Вновь актуальная схема мошенничества при якобы покупке на одном из сайтов объявлений. Схема заключается в том, что люди оплачивают товар практически сразу, после того, как им предъявляют поддельные документы о том, что товар оформлен в транспортную компанию, и, соответственно, как будто бы он уже отправлен им и доставляется. Люди сразу же переводят денежные средства. Один из граждан у нас от 83-го года рождения также пострадал от злоумышленников по данному виду мошенничества, который перевел 236 тысяч рублей, покупая, как он считал, резину для автомобиля КамАЗ. То есть 14 колес он там заказал и перевел 236 тысяч. Естественно, что товар им не был получен, когда он потом уже через какое-то время дозвонился, к так называемому продавцу, тот прямо ему сказал, что мы тебя обманули. Уважаемый, всего тебе хорошего, до свидания. И гражданин после этого обратился в полицию. Еще один способ остаться без денег – отвечать на телефонные звонки мнимым службам безопасности банков Центробанка. Устюжане по-прежнему доверчиво относятся к звонкам с незнакомых номеров. Гражданке 62-го года рождения позвонили, убедили ее, что в отношении совершаются противоправные действия, что ей необходимо застраховаться от мошенников, свой телефон защитить от мошенников, для чего ей необходимо скачать определенное приложение с плей-маркета, что она, соответственно, послушно сделала. Данное приложение, как выяснилось впоследствии, дает полностью удаленный доступ контроля над ее смартфоном. И, соответственно, путем дистанционного манипулирования ее телефоном был оформлен на данную женщину кредит в размере 803 тысяч, а также списаны с нее денежные средства в размере 76 тысяч. Также мошенники посредством общения с нею мессенджеров убедили ее съездить в город Котлас, взять кредит в другом банке на сумму 300 тысяч рублей, где по возвращению из Котласа денежные средства она также перевела мошенникам. После чего, все-таки поняв, что с ней что-то происходит, не совсем правильные вещи, с учетом того, что ее телефон, как она говорит, постоянно пищал, смс-сообщения приходили о поступлении денежных средств, средств о списании их с ее карты. Ее, соответственно, мошенники убеждали, что ничего страшного так и должно, это просто как мы настраиваем защиту от мошенников. В результате действий у стюжанки ее доверчивости ущерб составил 1 миллион 259 тысяч рублей. Она обратилась в полицию. 150 тысяч лишилась еще одна женщина в результате звонка от якобы службы безопасности Центробанка. Ее убедили, что на нее оформлен кредит. А чтобы его закрыть, нужно взять реальный, что она и сделала. Еще один способ лишиться своих накоплений – инвестировать с помощью сайтов так называемых брокеров. Одна из уже более молодого возраста гражданка у нас, 2002 года, нашла в одной из ссылок в интернете, просматривая, точно поясните, можно на каком сайте, нашла ссылочку о заработке дополнительного инвестирования, скажем так, где, опять же, посредством WhatsApp общалась с так называемым, как она предполагала, работодателем, который объяснил ей, что можно заработать на покупке, продаже товаров на платформе Valberis. Соответственно, ей там отдельный кабинет сделали, ну, соответственно, в интернете, где якобы она должна была приобретать товары, а потом, когда цена вырастет на товар, получать от этого выгоду. В общей сложности на таких манипуляциях гражданка потеряла 69 тысяч рублей. И через какое-то время, когда в нее, понятно, средства закончились, она вкладываться не смогла, поняла, что ее обманули, также обратилась в полицию. Как оказалось, все потерпевшие знали о способах мошенничества, были предупреждены, что нельзя поддерживать разговор по телефону, переводить средства на незнакомые счета, но в процессе звонка попали под убеждение мошенников и делали то, что им говорили. Хочу обратиться ко всем гражданам нашего района, округа, с тем, чтобы они при получении звонков все-таки от неизвестных им лиц, как правило, мной уже было сказано ранее неоднократно, лиц, которые звонят с номеров телефонов других регионов и представляются сотрудниками какой-либо службы безопасности банка, ФСБ, полиции, следственного комитета и пытаются узнать какие-либо персональные данные и начинают им рассказывать про то, что вам необходимо защитить денежные средства, либо в отношении вас совершаются мошеннические действия, данные разговоры сразу же прерывать. Будьте бдительны, только так вы сможете сохранить свои накопления. Если есть вопросы к банкам, сотрудникам ФСБ, следственного комитета, полиции и так далее, звонить им необходимо только по официальным номерам телефонов. Не переводите деньги на неизвестные счета, если не уверены в получателе. Не инвестируйте средства, если не владеете знаниями в области инвестиций и брокерства. Степан Корешановский, Елена Павлова, Вячеслав Голиков, телеканал «Русский Север».